Всем доброго времени суток, как и обещал на стримах, сегодня подвожу своеобразный итог по Looney Tunes. На этот раз я решил составить не список, а полноценный топ, и как обычно топ исключительно мой, составленный по ощущениям от этих самых недавних стримов. Многие игры я играл впервые, и они стали для меня открытием. Сами же игры я расписывать не буду, лишь вкратце уделяю внимание тем или иным плюсам или минусам, что мне понравилось в игре, а что нет. Итак, поехали. Десятое место. Bugs Bunny Birthday Blowout на NES. Вполне годный, но в то же время простенький в оформлении платформер. Ничего выдающегося, но то, что есть, сделано хорошо. Просто хороший платформер. Девятое место. Looney Tunes B-Ball на SNES. Баскетбол с участием любимых мультов. Довольно задорный и в целом веселый, со всякими дополнительными свистелками в виде всяких пирогов лиц или наковальни по башке. Играется бодро и весело. Поставил бы выше, но у игры проблемы со сложностью, она здесь слишком высокая. Да и уровней по сути нет, игра всегда проходит в одном и том же месте. Восьмое место. Da Fidac The Marvin Missions на SNES. Игра про пародийное альтер-эго Даффи Дака. Дака Доджерса в двадцать четвертом с половиной веке. Который должен остановить планы марсианина Марвина по захвату вселенной. Выполнено это в виде экшен-платформера с перестрелками и полетами на джетпаке. Если бы не чересчур живучие враги, то поставил бы, может быть, выше. Седьмое место. Tazmania на Assegi Megadrive. Классика игр про таза. Платформер, в котором вам предстоит возможность покрутиться вдоволь и нажраться бомб. Игра хороша почти во всех аспектах, кроме уровня в шахтах. Этот немного бесит. Шестое место. Tiny Toon Adventures 2. Trouble in Wackyland. Который на NES. По сути, это сборник из пяти мини-игр. Это такие покатушки на различных аттракционах. Спуск на бревне по реке, пробежка по крышам поезда, лабиринт в заброшенном замке. В игре все хорошо, кроме бесячего уровня на машинках. Ну, это чисто моя придача. Пятое место. Looney Tunes Racing для PlayStation 1. Неожиданно хороший и веселый карт-рейсинг. Главное отличие от конкурентов, это система оружия. В Mario Kart и ему подобных, оно определяется рандомно. Здесь же вы должны подбирать монеты разной стоимости для улучшения оружия. Всего их шесть видов. От пирога до бомбы, от наковальни до временной нью-изи. Четвертое место. Looney Tunes Collector. Martian Alert. Для Game Boy Color. Марсианин Марвин решил уничтожить Землю, и Бакс Банни собирает друзей в мультях, чтобы им противостоять. Игра, по сути, клон Зельды, только с упором на платформинг. Каждый из персонажей имеет какие-то уникальные особенности, которые помогут вам в вашем приключении. Бакс запрыгивает в норы, Даффи умеет плавать, Элмерфад стреляет из ружья, ну и так далее. Игрушка интересная и с кучей секретов. Есть еще сиквел, где в главной роли сам Марвин ищет мести. Но это, по сути, та же самая игра, только наоборот. Третье место. Desert Demolition. Для Sega Mega Drive. Игра про койота и бегуна, отлично передающая дух оригинальных мультиков, как в визуальном плане, так и в плане звука и в плане геймплея. Можно играть как из-за койоты и пытаться догнать эту надоедливую птицу, так и из-за самого бегуна, и уворачиваться от находчивого хищника. Единственный минус игры, она слишком короткая. Вы только входите во вкус, как она уже заканчивается. Второе место. Ship Dog and Wolf. Или Looney Tunes Ship Rider. PlayStation 1. Игра, по которой я делал отдельный обзор, ссылка будет в описании. Также отлично воссоздает атмосферу оригинального мульта. К сожалению, я не фанат пазл-платформеров и не могу долго в такие играть. Поэтому... Первое место. Tiny Toon Adventures. На NES. По факту, идеальная игра. Все в ней хорошо. Музыка завораживающая, графика великолепная, управление отзывчивое, геймплей отточен до блеска просто. Но самое главное, на мой взгляд, это левел-дизайн. В игре есть три помощника со своими способностями. И уровни построены с расчетом под каждого. И при этом очень гармоничны и не вызывают диссонанса. Я могу переигрывать эту игру совершенно разными персонажами и все равно получать удовольствие. Вот таким был мой топ-10 игр по лицензиям Looney Tunes. А на сегодня все. Как обычно, оставляйте комментарии, рассказывайте о канале друзьям. Всем спасибо за внимание. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok